Теперь я перехожу к конкретике. Сегодня у нас первый пункт. Воспоминания о будущем. Почему надо об этом знать? Потому что я хочу, чтобы вас, даже те, у кого были неудачи, пессимистов, быстро-быстро сделать оптимистами. Очень быстро. Я надеюсь, за одну лекцию сделаю. Потом будем уже работать конкретно. О чем пойдет речь? Вот смотрите, я родился 68 лет назад. Украина, сельская местность, деревенская школа. Я считаю, это классическая советская школа. Она должна быть такая даже в городах. сбор колосков, уборка. Это на школу кидали на уборку помидор, уборка слив пингерок. К-60 ведро твое. Вот много интересного наблюдения в лесу. Вот и потом, естественно, ничего общего не было с садоводством у меня до 34 лет. Переезд в Хакасию. Вот не подумайте переезд в рай. Страшнейшие ветра. Летающие эти самые шифер. Вот. По небу, когда ураганы ветра. Вот. Ураганы такие, что не было видно рук, а даже от пыли. Вот что творилось, ужас творился. Сейчас все это притихло. Но занимались мы в дичайших условиях яблонями садами. И, видимо, какая-то судьба меня привела к тому, что большая часть моих опытов было положительных. Отрицательные опыты быстро меня переучили. И сейчас я надеюсь переучить вас. Итак, поехали. Значит, я сейчас листаю. Так. Смотрите. Я надеюсь, что этот опыт вам нужен для того, чтобы вы поняли, что каторжного труда не обещают, наоборот. Праздник обещаю. Вот мой первый праздник. Вот молодое дерево. Дичь сырая в самом сыром месте моего сада. Вот. Абрикос. Два сорта на одном дереве. Прекрасное плодобношение до сих пор. Видели фильм мой 2018 года? Видели? Видели, как я собирал этих абрикосов? А это примерно этому дереву 33 года. Начиная с посадки подвоя, а потом прививки. Вот. То есть, для чего я это вам сейчас говорю? Дело в том, что я его посадил не в яму. Вы уж поняли, к чему я клоню. Вот страшная вещь на свете. Смотрите. Вот абрикос в поселке Майна, да? Вот. Все абрикосы в этом саду погибли. Значит, небольшое углубление, плюс это, мучирование, которое вас уже задолбили этим мучированием. Источники разные. Вот. Подвержены этому также. Я специально сделал одну фотографию этого года. У меня будут ретро-фотографии, чтобы опираться на них. А это 2018 год, да? Видите? Вот это урожай. Вот это, когда было собрано... Видели фильм? На ваших глазах собрали 10 ведер с-под этого дерева. Это, кстати, его маленький кусочек. Да? Это груша. Вот. И вот сколько осталось. Это к чему? Дело в том, что эту грушу я не садил. Как? Я не садил ее в специальную яму. Специальная яма, вспоминайте, 60 на 60 на 60, 60 на 80 на 80, метр на метр на метр. Попадается в публикации. И полтора, и два метра. То есть 2 на 2 на 2, 8 кубов. Глупость, дикость. Значит, и самое страшное в этом еще два вещи. Проседает земля обязательно. Когда большая яма, она всегда проседает. Вот. А еще бордюрчики вот эти, чтобы вода не разливалась. Корни оттуда уходят со временем. А воду льем сюда, унисажа дерева. Вот, смотрите на мое дерево. Вот. Это к тому, что я не болтую. Понятно, да? Я коротко пробегусь. Фотографий много. Ну, это потом.